Welcome, 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 дорогие друзья, это с вами Виви, и у меня наконец-то для вас Виви новости. Уж прошу прощения, что так долго, так затянуто я собирал все эти новости, это связано не с тем, что было мало новостей, а с тем, что у меня было много контента по Аркейну, по мультсериалу, который выпускали Riot Games вместе с Netflix. Я делал на них обзоры, надеюсь, они вам нравились, если нравились, пишите в комментариях. А также ставьте лайки, потому что наконец-то Виви новости вернулись, и они будут сейчас быстренько проскочивать те новости, которые вы, наверное, уже смотрели, уже слышали, уже видели, возможно, даже у меня, потому что я их тоже дублировал, выкладывал. Но потом будут у нас киберспорт новости. Ну что ж, первая новость, сразу же Riot Games рассказали о результатах зрительской симпатии 2021 года Чемпионата Мира. Напоминаю, что Эдвард Гейминги стали чемпионами, одержали они победу от команды Дамбон Гейминг, и у нас были побиты какие-то невероятные рекорды по просмотрам. Относительно 2020 года средняя аудитория была на 32%, даже на 33% можно округлить больше, 30 миллионов и 600 тысяч, ну да, все верно, 30 миллионов и 600 тысяч человек смотрели в среднем эти эфиры. 73 миллиона и 860 тысяч смотрели максимально пик, и он пришелся как раз кинуть на финал. Эдварды против Дамбон на 60,5% больше, чем в 2020 году. Ну и дальше там просто маленькие еще сравнения, сколько смотрели в 2020, сколько смотрели в 2019 финал и так далее. Все бы было хорошо, если бы, как это обычно бывает, со статистикой можно крутить как хотите. И не забывайте, что эти миллионы, они учитывают именно китайских зрителей тоже. Кто-то скажет, а что плохого в том, что они учитывают китайских зрителей? Ну, есть два очень важных фактора, которые в этой статье не упомянуты. Просто упомянуто, что было на 18 языках, 19 разных стримеров, 34 разных платформы, бла-бла-бла. Но забыли один очень важный фактор. Первый фактор, ребят, впервые за очень долгое время, по-моему, последний раз такое было в 2016 году, впервые за очень долгое время, во время китайских трансляций плюшки раздавались. А в честь чего их раздавали? В честь Аркейна, ребят, нового Аркейн мультсериала плюшки раздавали, и вот он прирост. Когда дают сундучки, люди идут смотреть трансляцию с двух, трех, четырех своих аккаунтов и накручивают количество зрителей, которое на самом деле не является настоящим. Некоторые просто включают и даже не смотрят. Сами знаете, так наверняка тоже делали. Про это Райты здесь забывают упомянуть, что в прошлом году такого не было. Хотя в финале тоже играли китайско-корейские команды. Тоже был у нас финал китайско-корейский. Там Сунинги играли против Дамвонов, а в этом году не Сунинги были, а команды Эдверт Гейминг. Но об этом не сказали. Ну и второй очень важный фактор, который они забыли сказать. В Китае должен был быть второй год подряд чемпионат мира, и его в последний чуть ли не месяц, даже может быть там в последние две недели, перенесли в Рейкиявик. А все, что было запланировано, все эти акции, раздача скинов дополнительно, не в зависимости от сундучков, которые ты приходишь на трансляцию, сидишь там 15 минут, получаешь сундук. Все, что было запланировано, оно осталось. И в Китае куча раздач всего было. То есть там был двойной буст, можно сказать, этих скинов. Ну и в качестве доказательства этому всему была моя новость у меня в группе ВК, где можно сравнить трансляцию Европы, Америки, ну то есть запад, да, не включая китайских зрителей, корейцы здесь тоже, потому что есть. По ее популярности, вот ее результат, вы видите, результат минимально выше. И это минимально, это как раз-таки то число, сколько, по сути, прироста стало общего людей, пользующихся интернетом. Бума, плюс 60%, которые показывают нам статистика, больше нет в западе. И бум, можно сказать, есть на мейджоре по КСу. Но это связано, и по, кстати, интернешнл, но это связано совершенно с другими дисциплинами. По КСу это связано с тем, что самая любимая команда, можно сказать, всего запада. Нави играла в финале, вот тебе и бум. А по The International он получился просто довольно интересным соревнованием. Людям было интересно смотреть за новыми командами, в которых верит только их сам главный тренер, который делает ставки на разных киберспортивных букмекерских сайтах. И вот он, бум, вы видите, бум Доты, бум КСа. По Лиге Легенд все осталось так же, как и было. Это не стагнация. Почему-то, кто-то спросит, сравниваешь 2021 год с 2019. Ну, потому что 2020 года не было у КСа и Доты. Это тоже немножко влияло на то, что пришел врывчик из-за того, что эти турниры целый год пропустили. Ну, а в Лиге Легенд, кто не в курсе, 2020 год показал те же самые числа, даже чуть-чуть ниже, чем в 2019. Там было 3 миллиона 960. Про это я уже говорил много раз. К чему эта вся новость? Ну, к тому, чтобы вы просто были в курсе. В курсе того, что происходит в этом мире. Следующая новость, ребят. Следующий чемпионат мира 2022 года будет проходить в Америке. Причем именно в Америке, потому что Латинскую Америку он захватит. Групповую стадию будет в Мехико-Сити, то бишь в столице Мексики. Потом он переедет в Нью-Йорк, в Мэдисон-Сквер-Гарден, четвертьфинал. Полуфинал они собираются проводить в Канаде, в Торонто. И потом финал они собираются проводить в Сан-Франциско на Чейз-Арена. Ну, Чейз-Центр, Чейз-Арена это то же самое здание. Я здесь сам писал, что есть маленькие потенциальные проблемы для китайских игроков и для русских игроков. Ну и вьетнамских, соответственно, тоже. Потому что вы знаете, что есть политические вопросы, которые до сих пор не решены между США и этими странами. И, соответственно, могут киберспортсмены от этого пострадать. Ну, поживем-увидим. Будем надеяться, что ковид-ограничения будут уменьшены. И тогда визовый режим будет более такой лояльный киберспортсменам. Потому что иначе может получиться, что какая бы команда русская не поехала туда, будь то ее не Куртсов Лав, либо новые Гамбиты, либо... Ой, Гамбиты, говорился. Ну, вы поняли. Не Гамбиты, я забыл новое название команды. Ну и пофиг с ней. Либо это вьетнамские команды, которые сейчас, кстати, начали свой чемпионат играть. Здесь будем надеяться, что все приедут. А не будет куча замен, как это было, например, на турнире, когда вьетнамские и тайваньские игроки должны были ехать в Китай. А выяснилось, что визу-то они сделают и могут. Приходилось производить замены. Ну, а так просто информация к размышлению. В Латинской Америке и просто в США будет проводиться следующий турнир. Также, ребят, у нас на днях 21 ноября, это два дня назад, получается, прошла церемония награждения Game Awards, которая проходила в этот раз в некотором роде онлайн. Но она не была онлайн, там все равно пригласили людей. Но они как-то вот совсем в малом количестве все там сидели. И мне вообще показалось, что туда забыли пригласить компанию Valve. Потому что, обратите внимание, что у нас получилось. Лучший игрок на ПК Александр Костылев. Это как раз-таки Симпл из команды Na'Vi. Новичок года, тоже игрок из команды Na'Vi. Киберспортивный клуб года. Почему-то 100 воров. Я до сих пор не могу полять. Видимо, побоялись дать еще один титул Na'Vi. Либо дать титул, там, допустим, Эдвард Геймингам. Которые развили киберспорт в Китае очень сильно. И дали команде 100 воров. У которых действительно есть все киберспортивные организации. У них есть КС, у них есть Лига Легенд. У них Дота, наверное, тоже есть. Это я не перепроверял. У них есть новые игры. Та же самая Valorant. Которая стала игрой года. И вот здесь вот у меня вот такой вот вопросик появляется. Почему игрой года назвали Valorant. Я не знаю. Спросите у кого-нибудь что-нибудь попроще. Тренер года это из шанхайских драконов. Overwatch команда. Муну дали тренера года. Я вообще не уверен, что по Overwatch какие-то турниры проводят. Но надо было, видимо, как-то и Blizzard'ом подлезать. Мобильная игра года. Free Fire. Вообще без понятия, что это за игра. Знаю, что вроде как стрелялка. Ну, тут и по названию можно понять. Издатель года. Riot Games. Снова. Стример года. E-Buy. Я думаю, многие его стримы хотя бы какие-то хайлайты видели. Действительно, знаменитый человек. Ну, и обычно они не любят повторять стримера года одного и того же. То есть, если в прошлом году был Shroud, они не могли Shroud'а сейчас тоже добавить. Ну, или там Tyler1 был 3 года назад. Тайлер1 был, они не могли тоже Tyler'а сюда добавить. ContentMaker года. Ashley Kanki. Вот это было удивительно для меня. Потому что это ныне действующая ЛЦК аналитик. ЛЦК корейской лиги аналитик. Она берет интервью. Она работает на Riot Games. И ее почему-то сделали ContentMaker года. Почему я немножко удивлен? Да потому что это не ее личный канал. Это канал Riot Games Кореи, где она работает. И... ну ладно. Лучший ContentMaker года команда стала G2 Esports. Вот у них личный свой канал. Но я немножко удивлен, почему в этом году только о них вспомнили. Потому что контента в этом году от них мы никакого получить-то не могли. Они даже не были на чемпионате мира. Не были на MSI турнире. Как будто за этим дали за предыдущие заслуги. Надо было как-то уважить команду G2. Ну и лучший аналитик года Кейдриэль. Он начал делать то, что я делал уже задолго до него. Не то, чтобы я злюсь, что меня туда не закинули. Но имеется в виду, что он просто сидел и смотрел игры про геймеров. И комментировал их. Кто это делал раньше? Гадайте. С трех раз. Ну а вообще он заслужил, конечно же. Следующая новость у нас, ребят. Among Us все же ввели персонажей из Лиги Легенд. Но, как оказалось, эта коллаборация не с Лиги Легенд. Это коллаборация с Аркейном. И они ее так и назвали. Among Us X Аркейн. И если вы играете все еще в Among Us. У вас сейчас есть скинчики. Я не уверен, бесплатно они там раздавались. Или их нужно было приобрести. Скинчики на всех персонажей истории Аркейн. Аркейн. Вот такая вот интересная тематика Among Us. Понятное дело, были абсолютно рады с Райт Геймсами посотрудничать. Кстати, об Аркейн. Сезон второй будет. Об этом сказал Никола, ответственный как раз-таки за производство мультсериала Аркейн. И представитель Райт Геймс. Он сказал, хорошая новость. Вам не придется ждать 6 лет. Намекает на то, что первый сезон делался 6 лет. Плохая новость. Он не появится в 2022 году. Ну и это означает, что он может появиться в 2021. У нас еще месяц. В 2023, 2024, 2025. Потому что если будет 2026, это опять ждать 6 лет. Соответственно, вот и получается такая неуверенность. Но я лично думаю, что они не будут затягивать. Потому что может хайп упасть очень сильно. И тогда уже лучше делать супер качественно. Как они сделали этот сезон. Обычно вторые сезоны всегда хуже первых. Так традиционно получается. Но в защиту Райтов скажу, что они разрабатывали 2 сезона одновременно. Они про это говорили. Но правда, они никогда не говорили, что это будет одна и та же история. Поэтому в тизере, которым они показали, можно услышать и звуки Варвика. И звуки разговора Вай. И немножко вроде как крики Джинкс. Соответственно, это будет та же самая история про тот же самый регион. Возможно, чуть более расширят нам и покажут. Ноксус покажут. Может быть, кто этот райс был местный. Может, туда как-то заглянут. Может, это был вообще просто красивый такой, знаете, клиффхенкер, чтобы нас держать. А на самом деле вообще ничего такого не будет. Ну, ждем 2000 скорее 23 года, чем в этом году. А там уже дальше посмотрим. Переходим к следующей новости, ребята. Эта новость касается нас всех. Роскомнадзор, знаете такую компанию, опубликовал реестр техногигантов, которые обязаны приземлиться в России. Короче, так. В чем суть, ребята? Был принят закон о приземлении. Я не знаю, почему не слово приземление. Иностранные компании, суточная аудитория, более 500 тысяч россиян. С 1 января 2022 года они будут обязаны официально открыть филиал. на территории России. И туда попал Google, Apple, Meta. Это Facebook, WhatsApp, Instagram. Это комбинация как раз-таки идущая от Apple, да, по-моему? Я не помню, от кого они идут. Ладно, не имеет значения. Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likii, Viber, Discord, Pinterest, Spotify и, конечно же, Twitch. Весь бы список, как бы мне вообще плевать, вот кроме Twitch. Дело в том, что Twitch всегда был не очень лоялен. Когда ему что-то указывают, и поэтому даже держат сервера, как вы знаете, не там, где держат все остальные страны и все остальные, знаете, компании. На них даже США не может как бы так давить. И я боюсь, что Twitch может сказать, да и вообще настрать на русских. Я вот реально боюсь, что они могут начать какие-то дурацкие переговоры делать. С другой же стороны, у нас есть традиционные вот эти вопросики. Тот же самый GoodGame, который судился с KHL, выиграл этот суд. А KHL, похоже же, заявление, похоже же, судебное разбирательство собирался проводить с Twitch. Причем и Twitch вроде их замял до суда. Но если верить Майкеру, представителю GoodGame, точнее владельцу даже GoodGame, он намекал, что когда к нему приходили KHL-овцы и предлагали до суда решить вопрос, они просто предлагали платить не 6 миллионов рублей, а всего лишь миллион рублей. Так что есть вероятность, что Twitch все же готов заплатить, чтобы не ввязываться ни в какие судебные эти расприи и просто пойдет на это, откроет филиал на территории России. Но это значит, ребята, те, кто не последний человек на Twitch, те, у кого есть друзья, не последние люди на Twitch, у вас есть возможность сейчас быстренько устроиться на работу и быть генеральным представителем России. Плюсы. Давайте про плюсы сразу поговорим. Все вопросы теперь будут решаться, все судебные вопросы с Twitch будут решаться не с американским судом, который у них указан во главе, а будут решаться на той территории, где вы обитаете. Если вы, конечно, россияне, а украинец, скорее всего, вы все равно будете с американцами общаться. Также у вас будут, скорее всего, индивидуальные менеджеры, потому что филиал-то будет открыт не просто так. И законы территории России будут обязательно исполняться на Twitch. Это тоже плюс, потому что иначе Роскомнадзор может захотеть взять и забанить корейку-стримерку или еще какого-нибудь стримера, который очень некрасиво высказывался там про какие-то политические вопросы. Это плюсы. Минусы. Опять же, возвращаемся к тем же самым темам. Может забанить стримера любого Роскомнадзор, и Twitch ничего с этим сделать не сможет. Минусы. То, что вы не будете теперь якобы свободны, хотя, мне кажется, вы и так не можете быть свободны на Twitch. Но теперь вы будете еще и обязаны соблюдать законы России. И еще один минус. Скорее всего, это будет связано с деньгами. А реклама, она будет идти именно та реклама, которая идет из России. А это обычно копейки. И я вот за это больше всего боюсь, потому что у меня аудитория в основном из России. И, соответственно, и так уже цифру, вы знаете, уменьшили сабок. Сабки, да, их стало больше, но фактически стало меньше. Потому что если раньше было 200 сабок, а они были по 6 евро, то теперь хоть даже 600 сабок, но по 70 рублей. Сами посчитайте и поймете, где здесь больше было денег, где меньше денег. Twitch, хотя частично сейчас это погашает. Еще пока не дошло до того момента, пока погашение закончилось от Twitch'а стопроцентное. А вот дальше будет хуже, потому что еще и реклама будет крутиться. Не реклама, проплаченная компанией, там, не знаю, Microsoft или какой-нибудь Sony Pictures, там, фильм решил прорекламировать Warner Bros. Либо, там, допустим, те же самые Riot Games и Arkane. А будет реклама, проплаченная местным, я не знаю, московским каким-нибудь ресторанам. Ну, хотя московские рестораны тоже элитные. Ну, вы поняли мысль. И цифры будут совершенно другие. И мне за это копеечка по рекламе будет идти гораздо меньше. Хотя она и так идет не особо большая. В общем, больше, наверное, все же минусов, чем плюсов. Ну, всегда, когда накидывается количество ограничений, всегда находится больше минусов, чем плюсов. С другой же стороны, вроде как, есть теперь защищенность. И даже учитывая, что я из Европы, основная моя аудитория находится в России. Значит, возможно, вопросы мои будут решаться именно через этот филиал на территории России. Если Twitch, конечно, его организуют до января 2022 года. Про остальные компании та же самая история, как вы понимаете. А вот теперь, ребят, закрыли тему новостей. Открываем тему новостей киберспорта. Riot Games получили заявление о расследовании. И я не знаю, чего год ждали. Но, видимо, надо год подождать. Команда, фанатика, подала на команду G2 расследование. В котором они хотели выяснить, какого хрена им не достался Perkz. И Riot провели это расследование. Оно не особо, кстати, здесь публично расписано. Просто сказано, что фанатики хотели купить себе Perkz из команды G2. Perkz был свободен, но G2 скрыли все возможные переговоры с Perkz. И в итоге, втихаря его продали команде Cloud9. Расследование проводилось. Проводилось. И выяснилось, что фанатики вы ничего не добились. То есть G2 и Cloud9 заключили все нормально. Все в пределах контрактов, все в пределах договоров. Вы просто дали меньше цифру. Вот и вся ваша проблема. Право на перекупку было у команды Cloud9 выше. И они это сделали. Ну, видимо, фанатики немножко решили похайпить перед этим. А может, хотели денег еще каких-то урвать у команды G2. В общем, Riot Games были на стороне здесь команды G2. Ну и переходим к новости. Новости другого скандала, который сейчас разворачивается. Этому скандалу 23 часа. Поэтому я, наверное, в YV новости решил запустить. Саня, тот самый Саня из команды T1, работает, оказывается, с агентством. Агентство Top Seed Agency. Это агентство, которое разрабатывает... Ну, ничего не разрабатывает они, извините. Которое работает с игроками и находит им команды. И вот он перевод. Я не буду все зачитывать, просто вам расскажу. Генеральный менеджер этого агентства говорит, что к ним обратился Саня. Буду называть его Саней. Кому интересно, да, его зовут Кана. Но я буду его называть Саней, нам так проще. Обратился к Саней и сказал, что год назад, перед тем, как умер главный операционный директор, помните, о YV новости рассказывал, умер главный операционный директор команды T1. Этот операционный директор команды T1 пообещал, но устно, Саней, что если команда T1 не повысит его зарплату на тот уровень, который ему нужен в конце 2021 года, то Саня станет фри-агентом. Саня же подписан на два года у команды T1. 2021-2022. И вот тут начинается загвоздка. Дело в том, что если ты подписан в команде до 2022 года, включительно, соответственно, она имеет полное право тебя перепродавать. Ну, отдавать другую команду в аренду, может просто тебя перепродавать, как на драфте это делается. А могут тебя держать в запасных, сколько захотят. И могут не повышать тебе зарплату, потому что ты подписал контракт не на один год, а на два года. И вот тут начинает загвоздка. Потому что он в устном согласился расстроить с ним контракт, если команда T1 не поднимет ему зарплату. Но этого не произошло. И начинается вот эта вот канитель, где агентство пытается бороться за Саню. Команда T1 говорит, хорошо, вы хотите, чтобы он стал фри-агентом, но нас это не устраивает, мы потеряем бабки. Мы готовы разрешить ему выбрать другую команду, раз он не хочет играть у нас. Он выбирает команду на букву D. Ну, так называют, команда D. Ну, и все предположили, что это команда Dumbon Gaming. Тем более, что у Dumbon Gaming потеря игрока Кана стоп-лейна, и Саня мог бы эту позицию занять. На что команда T1 ставит свой вет и говорит, ты не пойдешь в команду Dumbon Gaming. И это логично в Dumbon Gaming, извините, да. А в Dumbon Gaming, если он пойдет, он будет главным конкурентом их же по рейтингу. Зачем вам это нужно? Лучше в бомжи команду иди, либо вообще в какую-нибудь китайскую команду. Только не туда, да, где ты нам же будешь мешать. И сами же T1 дают совет пойти в NS Red Force. Кстати, которые хороший довольно состав тоже собирают. И там будет его зарплата чуть-чуть только выше, чем та, которая зарплата сейчас в команде T1. Сами же T1 готовы были повысить его зарплату всего лишь на 50 тысяч долларов. Видимо, эта цифра его не устраивает. Но зарплату, которую предлагала команда D, это в три раза выше нынешней зарплаты. А зарплату, которую предлагает команда NS, всего лишь в полтора раза выше. Чем та зарплата, которая сейчас есть. Вот с этими переменными, ребят, с этими данными переменными, попытайтесь висеть, какая у него зарплата. Ну, даже если у него зарплата сейчас 200 тысяч долларов, T1 предлагает ему 250, NS предлагает ему 300, а 600 предлагали ему дамвоны. Ну, чтобы вы понимали примерно, как этот ракурс работает. И вот за него борется, борется, борется вот это агентство и подает заявку райтом. Райты говорят команде T1, вы обязаны его сделать либо фриагентом, либо разрешить ему идти в любую другую команду. На что T1 сегодня уже, а, тоже 23 часа назад, странно, сегодня тоже выкладывает и говорит, эээ, что за херня началась-то? И свое говорят. T1 опровергли все утверждения топ-лейнера Каны и делают из него, на самом деле, не мученика и жертву, а настоящего, ну, злодея. И вот, что они говорят. Он заявил через свою команду, что хочет быть игроком, который будет переведен. Агентство, ой, через команду агентств, имеется в виду. Он заявил, это нам. Мы не против его перевести, тем более, что он не согласен на ту зарплату, которая будет у него чуть-чуть повыше. Помимо этого, команда T1 утверждает, что во время чемпионата мира он два раза говорил о том, что не хочет играть в следующем году, если его зарплата не будет повышена. Первый раз они его наказали, и оказывается, вот мы находим ответ, почему Саню в один момент в групповой стадии поменяли на игрока туплейнер другого игрока туплейнер позиции. Вы помните, вместо него выбегал Зевс, да, по-моему, Зевс тогда выходил сыграть одну партию вместо Санни. Мы еще тоже удивлялись, куда делся Санни, почему Зевс вышел. И после этого команда T1, говорят, он еще раз во время уже полуфинального матча начинал нам парить мозги, говоря о том, что я хочу либо стать фриагентом, либо вы мне повышаете зарплату выше. Мы предложили ему повысить зарплату на 50 тысяч, он заявил, что его это не устраивает и хочет стать фриагентом. Мы ему сказали, что фриагентом ты не станешь, чувак, потому что нет никаких подтверждений того, что предыдущий менеджер, который работал с тобой, с тобой такие устные договоренности добился. Если бы были какие-то записи, если бы были хоть какие-то вещественные доказательства, что это произошло, этот устный диалог у тебя с ним, то мы бы, конечно же, пошли на это. Ну, с точки зрения юриспруденции, они абсолютно правы. И дальше мы идем, они говорят, мы согласились, что он может искать себе команду, разрешили агентство искать. Когда они предложили нам команду D, нас не устроила команда D. Почему не устроила? Да потому что мы имеем право. Мы хотим продать игрока на наших условиях. Команда D нам предложила не лучшие условия, а команда NS Red Force, Non-Shim Red Force, предложили лучшие условия, а то, что игрок будет получать меньше зарплаты, это уже команду T1 не интересует. Вот такой вот у нас диалог. Ситуация не разрешилась по-прежнему. Дальше они просто говорят, что, повторяю последнее слово в вопросе передачи игрока, не отчуждаемое право команды T1. Абсолютная правда, он подписан до 2022 года, райты вообще не имеют права никакого здесь вмешиваться. Кроме того, команда D, упомянутая агентством, сделала свое предложение только 19-го числа через упомянутое агентство, без предварительной связи с нами. Ну, тут написано с ними, ну, тут с нами неправильный перевод. Другая команда постоянно имела спрос о переводе Кана, и мы предложение это посчитали разумным, поэтому и дали Сане выбор идти в NS, либо оставаться у нас с 50К сверху. И дальше как раз-таки главный сейчас менеджер, новый главный менеджер команды T1 говорит, это не то, что здесь обсуждается, пока еще ничего не решено. И это правда, еще ничего не решено, сейчас разговоры будут идти, и у команды D есть все еще возможность повысить предложение команде T1, может быть, чуть-чуть даже уменьшив зарплату игроку самому, игрок-то все равно уже хочет в них играть. Куда он пойдет, пока не ясно. Ну и раз мы уже затронули весь регион Кореи, давайте посмотрим, у кого нет проблем. У команды Africa Freaks нет проблем, они выгнали всех игроков из своего состава и пригласили назад новых игроков, точнее не назад, а добрались новых игроков. И это теперь у них будет Элим в лесу, Фейт на мидлейне, на ботлейне будет либо Лео, либо Тедди, и Хойт на роли саппорта, скином на топе. Вокруг Кина выстроили команду, тренер остался прежний, и он решил вокруг Кина строить новый коллектив. И все бы было круто, ну как бы состав не такой плохой, и играбельный, можно побороться за плей-офф спокойненько, если бы не один смех, ребят, а смех заключается в том, что Элим это бывший игрок команды Т1, Лео это бывший игрок команды Т1, Тедди это бывший игрок команды Т1, Хойт это бывший игрок команды Т1. Как они просто клепают звезд, я вообще удивлен. Ну и Кин, получается, собрал вокруг себя Академку команды Т1, ну или Чаликов команды Т1, и будет с ними пытаться побеждать. Фейт, единственное, независимо, сейчас перепроверю, я не помню, в какой команде он играл, он в Leaf Sandbox играл, вот до этого, а еще до этого Sandbox Gaming, ну это одна и та же команда, и Брайан Блейды, вот это, когда он пробивался из Чаликов, в Брайан Блейдах он был. Так что получается, Африка Фриксов можно теперь называть Т1 Фриксы, ну либо Африка КТ, не Африка СКТ, наверное, как-то так мне сложнее, лучше Т1 Фриксы, звучит гораздо круче. По остальным командам, что у нас здесь получается? Дамвоны Каньоны Шоумейкера все еще не переподписали, кто не в курсе, у них контракт был до вот этого года, и они не выиграли чемпионский титул, и напоминаю, что в прошлом году Каньоны Шоумейкер чуть было не ушли, им подписали контракт всего на один год, и то при этом команде Дамвон пришлось название поменять, получить нового спонсора, Kia Motors, который оплатили все эти расходы. Наверняка, губа не дура, у Каньоны Шоумейкера, они потребовали больше денег в этом году, на следующий имеется в виду сезон, и откуда взять еще деньги, непонятно, если только спонсор Kia готов Motors снова заплатить, тогда их продлят. Кань ушел в армию, про это мы говорили, у Берила контракт тоже был до конца этого года, и пока он тоже его не переподписал, вот такая вот интересная ситуация. Вернулся с Word, целый год не играл, конфликтный человек, который конфликтил с ЦВ Максом, ЦВ Макс сказал, что он идет в творческий отпуск, он сразу это сказал, он расстроился о том, как плохо он выступил во втором сплете этого года с командой DragonX, и поэтому сказал, что он творческий отпуск, берет на полгодика, а там посмотрит, может быть вернется. И вот за это решил вернуться с Word, и конфликты между ними были, они вроде уже закончились, с Word будет играть в команде Фреддит Брайан, и у них не такой сильный состав, послабее, чем команда Африка Фрикс, но может быть у Сворда есть какие-то ауты, как побеждать Кина, может быть он решил играть хорошо. По слухам, ребят, по слухам, команда Джинджи потеряет БДД, но получит себе в ответ, если я правильно понял, так, где у нас тут этот игрок-то, получит себе в ответ Малранга, они вроде как получают из команды Дамвон Малранга, а БДД уходит команду Ханхвалаев, вот как-то так, но это по слухам все. То есть, я так понимаю, они заключили какой-то трехсторонний договор, в котором Ханхвалаев и что-то, видимо, погашает команде Дамвон Кия, так обычно делается. Скорее всего, они дают деньги команде Дамвон Кия, те дают своего Малранга Джинджи, а Джинджи отдают игрока БДД команде Ханхвалаев. Так очень часто делается. Чови сказал, что у него, возможно, будет творческий отпуск, деф тоже, возможно, пока неизвестно, возможно, они все же пойдут в команды. Это все именно по слухам. Еще есть время, ребят, до 27-го, по-моему, ноября. У всех команд есть время еще переподписывать игроков. Кузя из команды Т1 ушел в команду Кота Ростерс, это уже подтвержденный факт. Здесь вы тоже видите, Клоузер ушел в команду Лив Сэндбокс. В общем, команда Т1 легко избавилась от всех своих игроков. И у них сейчас состав потенциальный ТЗ, Honor, Фейкер, Гумаюша Керри. И есть еще вторая Академка, даже третья там уже Академка, в прошлом году она была третья, теперь уже вторая Академка команды Т1, которая тоже будет сегодня готовиться к КСП-турниру, это Кубок Кореи, где себя проявят и, возможно, попадут в основу команды Т1. Тем более, как вы видите, команда Т1 чуть ли не во все регионы, во все команды этого региона забросила своих игроков. Переходим к следующему региону. Это регион Китая. Здесь из самых главных новостей, на что бы вы понимали, это Дуэнби, покидающий команду Фан плюс Феникс, и все игроки из команды Фан плюс Феникс покинули ее. Нагури, по слухам, уходит в какую-то корейскую команду, ЗШ уходит в какую-то корейскую команду, и, по-моему, здесь больше суперновостей не было, и подтвержденных новостей тоже не было. А, ну, кроме Узи, конечно же, про него совсем забыл. Узи, вроде как, будет играть в команде Сунинг, Е-спортс. Сунинги будут собирать абсолютно новый состав, потому что их купили с потрохами очень большой местный ТикТок или местный Твиттер, я вот даже так и не понял, Вейбо, и почему-то на Википедии данных еще нет, а вот на Лигопедии команда уже называется Вейбо Гейминг. Пока здесь еще активный состав тот же самый, но они будут собирать абсолютно новый состав, и вроде как будут Дримкаст делать, и чтобы было супер популярно, они решили вернуть Узи, тем более, что Узи на Вейбо не последний человек, это как раз таки местная их социальная сеть, в которой он будет как представителем своего коллектива, ну, идея понятная, я, вопрос о чемпионстве, нужно ли будет чемпионство в Вейбо, скорее нет, это скорее реклама, еще больше реклама всего региона, а кто это подтвердил, это подтвердил губастые Дуинби, почему говорю губастые, потому что многие говорят, что Дуинби никогда не может держать язык за зубами, у него постоянно вываливается, он все рассказывает, и он на стриме вот как раз таки про это рассказал, как и рассказал про то, что он уходит из команды Fan Plus Phoenix, хотя это было еще не подтверждено, и кстати о том, что Fan Plus Phoenix полностью распались, тоже случайно выяснилось через него, ведь он на своем стриме переписывался с LVX, и в итоге LVX тогда прям на стриме узнал, что он единственный, кто останется из старого состава, ну а Дуинби искал себе команду и нашел, и будет играть он в команде LNG, и сейчас LNG потенциальные, ну помимо Эдвард Геймингов, потенциальные будущие чемпионы, потому что есть у них Али, есть Тарзан, который никуда не уходит, есть у него замена, но это вторые составы, не обращайте внимания, будет у них Дуинби, и тот же состав ботлайна, который был там Айванди слайтом, а может быть и вот эти вот молодые ребята, которые туда добавились. По Китаю сложно, информации маловато, поэтому переходим к следующему региону, это регион Европа, в котором ничего не происходит, откровенно говоря, кроме того, что команда БДС вроде собирает себе топовый состав, но при этом выяснилось, что они не собирают ни хрена не топовый состав, у них будет практически мусорная команда, которая с трудом-то в плей-офф попадет, хотя денег вроде куры не клюют, взяли себе главного тренера Грабса, но Грабс по какой-то причине им собрал мусорку. Перкс возвращается в Европу, и вроде будет играть команда Виталиков, сейчас здесь пока ничего не известно, но по слухам будет селфмейт, Перкс, где он у нас, где Корзи, дайте Корзи, вот, Корзи на ботлейне вроде как Лобров останется, то есть это будет Корзи Лобров, и на топе вот тоже вопрос открытый. Что касается Бивипа, подтвержденный факт, он уезжает в команду Team Liquid, уходит из команды Фанатик, а команда Фанатик приобрела себе Вундера из команды G2, но у них будет два игрока, и вроде как они будут через два топ-лайнера играть и Адам, и Вундер будут, потому что Адама они пытались продать, и вроде как продать не смогли. Вообще по деньгам очень сильно фанатики просели, потому что они никого продать толком не смогли, а только покупали игроков, и даже когда они начали скандалить с командой G2, чтобы хоть какие-то денежки назад вернуть, ничего это им не дало. По остальным игрокам все, что здесь вы видите, оно так вот и есть. Реклос ушел, да, как вы знаете, в нижний, ну, можно уже, наверное, показать, он там будет уже написан, да, Carmin Corporation, это команда из You Masters, и скорее всего до конца своей карьеры там и будет играть. Правда, за это получать он будет 2 миллиона долларов, поэтому, прошу прощения, думаю, за Реклоса сильно можно не переживать. Отыграл он неплохую свою житуху. Вопрос о том, будет ли он создавать новую команду себе потом, как это многие делают, учитывая, что 2 миллиона все же долларов он получит, они никуда не пропадут, надеюсь. И по завершению своей карьеры там в 27 лет он может попытаться создать свою собственную команду, как это делал Цианит, как это делал Икспеки, как делают, ой, почему Цианит всегда говорю? Не Цианит этот, Осилот. Как это сделал Осилот, как это сделал Икспеки. Цианит как раз ничего не придумал себе. Ну и последнее, ребят, здесь все в Раше, то есть все очень быстро, почему так? Потому что у них чемпионат уже в январе стартует, по-моему, 7 января стартует чемпионат Америки, первый сплит, у них 3 сплита, как вы знаете теперь, как в прошлом году, и им нужно как можно быстрее собрать команду, и команда Цианит уже представила свой не самый топовый, но все же рабочий состав, это Дженкинс на топе Контракс, Поларокс, Лугер, я не знаю, кто это такой, и Пума, я, кстати, первый вижу этого игрока, играл в команде 100 воров в Академке, и Галактика, Ройл Йот, и Фенер Бахче, в общем, по всем командам Турции прошелся, вот теперь будет играть в американской команде ЦЛК, ну, скорее всего, это выше последней позиции, команда Клодайн решила в этом году не становиться чемпионами, поэтому они взяли себе саммита, молодого команды Т1, Адекеря Берзеркера, Айсла, либо Ислас, да, с Винсомом на ботлейне, Фудж перешел с позиции топлейн на позицию мидлейн, и вот тут-то начинаются проблемы, потому что, а где индивидуальные игроки, за счет кого собирается они играть, хотя, возможно, этот чемпионат будет идти под эгидой Riot Games, ведь Riot Games и сами поменяли патчи и сделали так, что теперь выигрывать будет команда, а не выигрывать будет Snowball, и вот такие команды, как Snowball, следующие в свое время Invictus Gaming, Damwon Kia, FAM+, Phoenix, и Sunning, те же самые, не будут теперь такие хорошие, как вы понимаете, потому что камбэка слишком много золота, камбэк есть в игре, возможно, мы вернемся снова к мете 4-1 сплитпуш, и, возможно, тогда этот состав сможет что-то показывать, пока же он выглядит крайне слабо, команда 100 воров оставила все как есть, только вытащила Tenacity 100% теперь на основу, и Reaper сказал, что у него будет два топ-лейнера, он будет их менять от недели к неделе, и, возможно, к плей-оффу определиться, кто из них будет основным, но пока будет только менять их каждый день, а команда Evil Genius чуть-чуть усилилась Inspired, как раз-таки из Европы приехавшим, потому что Svenskeren вроде как завершать карьеру собирается, но пока будет оставаться аналитиком в команде Evil Genius, Vulcana добавили к Ignore, Vulcana с командой Cloud9, потому что некуда было делать, Sven-то остался в команде Cloud9 как аналитик сейчас, а Vulcana-то а что делать, его сразу же турнули и продали Evil Genius'ам. FlyQuest'ы стали хуже, чем были, Хосе де Эда как был у них в лесу, так и есть, Кума как был на топе, так и есть, добавили они нового европейского медлейнера, я даже не знаю, что они в нем нашли, видимо, красивая фотография, Game Ward у него была команда, с таким же успехом можно было взять кого угодно, можно было сейчас увидеть здесь случайно Номанзе, и нам бы было приятно, потому что наконец-то хоть какой-то русский еще игрок пробился в Америку, но я не удивлю, что Номанз реально лучше него играет, то есть, что это за идея, очень похоже, что FlyQuest'ы будут как раз полировать позицию бота из топ-10 команд. Golden Guardian'ы чуть-чуть усилились, у них есть теперь более сильный такой состав за счет Лоста и Олиха на ботлайне, Стиксай и Чим, они скорее всего пойдут во второй состав, Абедаги, не Абедаги, а Аблазио Лайф, да я всегда их путаю, он будет на мидлайне, Pride Stalker'а добавили, но он будет с икоником, наверное, менять позиции, Ликарис все еще на топе, и Морталы стали очень сильными, скажу прямо, потому что Ревенши с Зорксой хорошо играли в прошлом году, их проблема была по вот этим двум позициям, мидлайне и Адекерри, как раз они усилили обе эти позиции, мидлайне и Адекерри, правда они потеряли тренера, Гилла Хита ушел от них, тем ликвиды усилились Бивипа, и пока неизвестно, что будет с этими позициями, по слухам, ребят, мидлайне будет принадлежать Бьерксону, а позиция Адекерри все еще открыта, есть слух, что это будет Дженсен на роли Адекерри, есть слух, что это будет Корзи Адекерри, есть слух, что это будет Реклос Адекерри, но Реклоса уже опровергли, ну и так далее, то есть кто будет Адекерри все еще непонятно, ну а Тактикл ушел в команду ТСМ, которые испытывают большие неприятности по деньгам, и их вброс в интернет, где они сказали, что хотели купить себе фейкера за 40 миллионов долларов, все люди с этого только порофлили, потому что мало того, что у команды ТСМ вряд ли есть такие деньги, так еще и какая покупка фейкера, о чем вы? В чем проблема этой команды ТСМ? Им пришлось продать своих сильных игроков, потому что они не готовы были платить Сворд Арту по 3 миллиона в год ни за что, Бьерксон хотел остаться в их команде, но только при условии, если они выкупят Корджи Джея, ну если это Корджи Джея был, он сказал, он хотел с определенным игроком играть, и все предположили на 100%, что это будет Корджи Джея, и выкупить у команды Тим Лик, им денег не хватило, так как о фейкере идет речь, поэтому они просто тактикалы у них хотя бы забрали за копейку, а медлейнеры себе сейчас ищут, скорее всего, какого-нибудь возьмут европейского игрока, либо игрока там из вот академик, здесь у нас академские игроки, их много есть, давайте какую-нибудь вот претти возьмите, я не знаю, просто рандомно тыкнул, вот возьмут себе претти, или это вот тейковер из Латинской Америки, но ТСМ не конкурентны, сейчас потенциально у нас чемпионы Америки, Тим Ликвиды, команда Иммортал, и, наверное, можно отметить еще неплохой состав команды Дигнитес, я пропустил пока, пробегался, у них очень крепенький ривер, неизвестно пока только по медлейнеру, что будет, если Дигнитесы найдут себе сильного медлейнера, это потенциально тоже сильный коллектив, ну а 100 воров, как были в прошлом году, сильные, так и остались, и только сейчас тренерские ошибки могут привести к поражению, Клод Найнес, к сожалению, будет среднечком, и все, ребят, когда полностью команды Америки укомплектуются, будет, наверное, рейтинг пост по их коллективам сделан, когда укомплектуются европейцы, тоже рейтинг пост, поэтому ставьте лайки, пишите ваше мнение, может вы тоже что-то знаете, и, конечно же, закидывайте мне информацию, потому что я не всю информацию могу уловить из интернета, вы, возможно, мне какой-то инсайт набросите, всем пока, всем счастливо, увидимся на следующих виви новостях, пока!